Это ужасно, что огромное количество наших молодых людей вообще не понимает, о чем там был сырбор в 40-х годах, кто там с кем воевал. А если воевал, так надо было сдаться и пили бы Баварское. Не нашли военных целей, что-то у них там не получилось, хоть куда-то сбрасывают. Уже огромное количество людей погибло от вот этих вот сбросов начинающих нацистских дроноводов. Люди кончаются системно, и как бы Россия-то еще и мобилизацию-то не объявляла, и тем более никого не отлавливала на улицах. И понятно, чем это все закончится в конечном итоге, что тут не понимать. Именно восточные и русскоязычные в основном регионы, они пытаются как можно сильнее обезлюдить и повязать кровью. Когда наши бабушки-дедушки поднимали тосты, лишь бы не было войны, нам это казалось каким-то вот нереальным, надуманным. А сейчас мы это всей кожей понимаем, сидя как мишени в тире. Как же правильно они говорили, и как же быстро мы забыли, что было. Вот надо напоминать. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Тиана Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Рад приветствовать вас живой-здоровой, во-первых. Ну и традиционный первый вопрос, как обстановка в Донецке, собственно. Без изменений. Живем как мишени в тире. Вот только последнее время ночами еще и спать вообще невозможно, потому что Авдеевку равняют с землей. Практически круглосуточно. Так это же для Донецка это вроде как хорошо, нет? Хорошо, конечно, но на нас это не влияет пока практически никак, потому что нам летит в ответ все, что только можно. Плюс беспилотники просто стаями, ну насколько рассказали там пойманные пленные, по Мирняку у них тренируются сбросами. Ну вот начинающие там дроноводы, они тренируются по Мирняку, а которые более опытные уже ищут военные цели. А вот по Мирняку попадает, вот не нашли военных целей, там что-то у них там не получилось, хоть куда-то сбрасывают. Уже огромное количество людей погибло от вот этих вот сбросов начинающих нацистских дроноводов. Так что нам легче не становится никак. И, к сожалению, особо легче не станет, даже если возьмут Авдеевку, потому что по нам стреляют не из нее. Из нее уже давненько вывели все, что могло более-менее нормально стрелять под угрозой окружения. Ну ведь, да, помните, мы долго, много раз это обсуждали, что именно из Авдеевки ведется огонь и именно ствольная артиллерия. Сейчас этого уже нет, да? Да, ствольная уже, ну только вот самые-самые районы на ЛБС. Вот мы вчера ездили под Красногоровку, там бабушки привозили из строя материалы и застряли в грязи. Если бы не рандомный грузовик, который каким-то чудом там проезжал и нас вытащил, мы там просто стояли как мишени в тире на открытой местности с броневиком и думали, когда же в нас прилетит. Но нам просто повезло. Поэтому ствольная добивает вот только самые-самые приграничные районы на ЛБС, вот, а чем-то более тяжелым стреляют уже не из Авдеевки. Работают сбросы в огромном количестве, ФПВ-дроны просто сбрасывают все. Ну оно летает, ну просто стаями. Ты выходишь, поднимаешь голову, там толпы беспилотников. То есть вот сейчас вы из окна если посмотрите, то вы увидите там беспилотники? Ну в центре не особо, потому что все-таки как-то глушилки работают. Ну вот на линии фронта и вот в этих районах, которые поближе, просто на всех глушилок не хватает. А их действительно в изобилии. Их невероятное количество. И вот все они у нас клубятся в небе. Тем временем из Авдеевки поступают, в общем-то, ну такие обнадеживающие новости. В общем-то потихонечку дожимают, что называется этот очень сложный участок. Дожимают, огняют. Целыми ночами бьют по ним из всего, чего только можно. Но это еще, думаю, будет очень долго ковырять эту Авдеевку. Там из политических соображений будут сбрасывать туда невероятное количество резервов. Это все завязано, говорят, на то, чтобы вот Залужного снять на фоне потери Авдеевки. А Залужный совершенно как-то вот не рвется. В общем, положат там людей еще невероятное количество. Но продвижение, конечно, есть. Вот эти вот движения, которые происходят сейчас внутри украинской власти, залужные. Сейчас вот, читаю, Порошенко опять обвиняют в госизмене там чуть ли. Ну, что-то в этом духе. И опять же снова. И вот как бы все ждут. Возможно, Петя все-таки обладает некой неприкосновенностью. И как бы коллективный Запад говорит Зеленскому ни-ни. Ну, а если Петю разрешат-таки как-то привлечь к ответственности, значит, что-то изменилось у неуважаемых западных партнеров. Поэтому ждем. Пока Петя с трибуны Верховной Рады, там в лучших традициях Цицерона, обличающего Кателину. В общем, конечно, там уже начинается движ внутренний. Потому что, сами видите, что творится в Штатах. Они уже с какой попытки ничего не могут выделить. То, что выделила Европа, это оказывается на много лет. И причем большая часть этой суммы будет распилена самими же европейцами. Это будет 50 миллиардов на 4 года. Да, 50 миллиардов, да. Но они уже сами говорят, что там часть в долг, а часть распилят сами европейцы. И как бы на 2024 год пока что деньги есть. По крайней мере, все соцвыплаты были сделаны своевременно. А вот что будет дальше, пока что непонятно. Плюс, Такер Карлсон посетил Россию. Взял интервью у Путина. И я уже с утра почитала там всякие профильные паблики. Какие-то адвокаты начинают вещать, что Такера Карлсона вполне за это интервью можно привлечь за госизмену. Вы представляете вообще этот бред? Уже включили антикриз, уже тяжелую артиллерию подогнали, чтобы, не дай бог, никто не смотрел Такера Карлсона. Но я думаю, что это будет иметь обратный эффект. Вангую миллионов 300 просмотров в первые же сутки. Так что, как бы, может это тут самый черный лебедь. Потому что непонятно, какие тектонические процессы это повлечет, когда такие миллионы людей послушают все-таки хоть какую-то альтернативную точку зрения. Не зря так паникуют буквально все дерьмократы в Штатах. Ну как же так? Внезапно появляется Такер и вперед. Я думаю, они проклинают все на свете. И тот день, когда они его выгнали с Fox News. Ну это да. Ну судя по тому, какой интерес и резонанс уже вызвал, собственно, анонс, который распространил этот товарищ. Обсуждения. Вы слышали эти обсуждения? Вопрос, хоть кто-нибудь пытался хоть как-то подобным образом поговорить с Зеленским. И совершенно порнографический ответ, я думаю, вы услышали, что очень сложно задавать каверзные вопросы, когда ты делаешь кое-что. Ну, не будем говорить в эфире. Ну а с заложным, как думаете, чем закончится дело-то? Ну пока что они чего-то ждут. И мы все подозреваем, что падение Авдеевки. Заложный. Ну все источники говорят, что ему предлагали уйти добровольно, написать заявление. Предлагали даже какие-то ему должности. Заменить клоуна Данилова. Поехать куда-то послом. Ну он это все воспринял просто скептически. Заявление писать отказался. И вот теперь думают, под каким соусом его уволить. Вдобавок, выборы фактически отменены. Зеленскому осталось 52 или 53 дня до потери легитимности. Масса народу по всему миру говорят, это что вообще такое за демократия такая? Почему нет выборов? Он у нас тут диктатор, негодяй. То есть гон на Зелебобика пошел страшный и отовсюду. То есть Зеленский, увольняя заложного, отправляет его в политику просто с огромной катапульты. С одной стороны, он это понимает, делать этого не хочет. Ну конечно не Зеленский, а Ермак, потому что там всем рулит. А Зеленский у него просто читает с суфлера всякие тексты. Но тем не менее. И не увольнять его тоже нельзя. То есть вот нельзя расстреливать. Какая досада. Просто вилка. Но я думаю, что все равно они надеются на то, что выборов нет. Они как-то пропетляют. В политику-то заложный пойдет, но куда ему идти, если нет выборов? Ну вот они и думают, что с этим делать. И вдобавок еще наседает Петя. Еще Юля тоже вылезла из Нафталина, отряхнулась и начинает вещать. Они протянули в первом чтении закон о мобилизации. То есть да, там идут тектонические процессы. Непонятно, к чему это все приведет, но процессы налицо. Много раз обсуждали тему, что во всей этой истории именно военные могут в итоге сказать какое-то свое веское слово и, ну что называется, развернуть оружие. Не тот ли это случай? Ведь, ну, я не знаю, насколько это правда, но по мнению многих, заложный пользуется авторитетом и популярностью в войсках. И, в общем-то, под его флаг, ну, есть такая вероятность, что как раз вот этот разворот оружия под его флагом или под его лозунгами может и состояться. Чтобы состоялся какой-то движ, тот, кто его возглавляет, или те, кто за ним стоят, должны обладать хоть какими-то организаторскими способностями. Не в плане повоевать, а в плане вот именно устраивать всякие вот такие вот движи, цветные революции условные. И пока непонятно, есть ли такие люди, будет ли на это дано добро Вашингтонского обкома, потому что мы все знаем, что Майдан, несанкционированный в Вашингтоне, считается недействительным. И печеньки подвози, не подвози, а дело такое, получится, не получится. То есть пока непонятно, каким образом собираются убирать Зелебобика, то ли просто скажут уходи, то ли с ним что-то случится, ну, может, отравился, там заворот кишок, там переел кокаина, всякое бывает в этой жизни, то ли его действительно каким-то образом снесут, в том числе и путем какого-то очередного Майдана. В конечном итоге они таки допихали до Верховного суда США дело по 14-й поправке, в соответствии с которой они объявили Трампа мятежником, который не имеет права там занимать госдолжности в США. То есть изначально это казалось фантастикой, но тем не менее они это все допихали до Верховного суда. И посмотрим, я еще не исключаю, что, ну, судьи тоже люди, мало ли какие там им предложат плюшки, а вдруг там найдется большинство. Не сильно, конечно, в это верится, но а вдруг? И к чему это потом повлечет? Уж действительно ли гражданская ли война? Плюс Израиль, с которым тоже непонятно, что происходит, плюс миграционный кризис, и все это свелось в такой клубок, что непонятно, когда они найдут время вот действительно разобраться со всеми этими Зеленскими и заложными. Так, а кому тогда вот остается дело до Зеленского, заложного и всей этой вот ГОП-компании? Ну, по нас. Нам. Нет, ну, нам-то понятно, но... Вот вы говорили, что без санкций Вашингтона, ну, вряд ли возможно, в принципе, какое-то движение, там, неодобренный Майдан считается недействительным, и так далее, и так далее. Штаты уходят, да. Но об этом многие говорят, что действительно у них сейчас масса проблем, которые нужно решать внутри себя, что называется, не до... не до Украины, которые большинство граждан Соединенных Штатов плохо представляют вообще, где это, что это и зачем это. Но остаются же англичане. Да, бриты полностью пытаются занять освободившееся место. Нет, они никуда не уходят, потому что им некуда уходить. Хуситы их там гнобят со страшной силой, там заменили корабль один на другой, говорят, что потому что боекомплект исчерпался, но хуситы говорят, что они подбили этот корабль. В общем, то винты там какие-то поломаются, то рак у принца Чарльза, то еще чего-то, то есть и у бритов остается, собственно говоря, один соларей, с помощью которого они что-то могут еще делать. И они активно этим пользуются. Поэтому непонятно, что оно будет. Пока что деньги есть, ресурсов хватает. У России пока не может обвалить фронт настолько существенно, чтобы это стало очевидным для всех, потому что взятие Авдеевки тоже не равно обвалу фронта. Они просто отойдут чуть дальше на заранее подготовленные оппозиции, то есть фронт немножко сдвинется, да и все. А вот если действительно пойдут какие-то обвалы по фронтам, то посмотрим еще, что будет. Также по нарастающей идет ненависть к военкомам. ТЦК-шников уже гнобят по полной программе. Вон село Космач в Ивано-Франковской области, я знаю это село, мы там были с Кацабой в свое время. Там избили женщину с ребенком, просто заподозрив, что она наводчица, и наводит ТЦК-шников военкомов на местных мужиков. То есть до такого даже доходит. Это же просто уже непонятно, что. И как это все будет? Ну а с другой стороны... Ну и как будет тогда работать этот закон о мобилизации? Мне просто интересно. Конечно. Как он будет исполняться на местах? Он еще не заработал. Это же только первое чтение. И сколько народного возмущения, сколько негодования. Есть огромное количество всяких беглых, там, парохоботов, и не только, которые из-за границы полностью в информационном поле работают против Зелебобикова, против этого закона. Но всегда же есть противоядие. Если затруднительно и очень ресурсно-затратно отлавливать свое мясо, всегда можно найти кучу наемников. Есть огромное количество бедных стран, откуда можно навербовать сколько угодно людей с боевым опытом. Вон какая-нибудь Колумбия, еще там что-то. Ну как бы нет проблем по миру навербовать людей, если это станет дешевле, чем отлавливать свое мясо. Да, скоро таких людей, мне кажется, прибавится в Эквадоре после того, как Россия, собственно, посмотрела на эти бананы и сказала, ребят, ну, больше мы у вас там, они по году, по-моему, более 600 миллионов долларов у Эквадора покупают бананов. Россия, самый крупный покупатель. Не надо стране, которая у тебя столько покупает, делать гадость и продавать оружие ее врагам. Да, ну чтобы все понимали, если вдруг кто не в курсе, власти Эквадора решили, да, передать оружие Украине. Да, оружие не новое, естественно, там американцы пообещали обновить им какой-то парк, но как-то забыли при этом, кому и зачем. Немедленно нашла каких-то там долгоносиков в бананах, просто немедленно. И сказали, так мы и раньше про этих долгоносиков говорили, а сейчас наше терпение иссякло. А то, что это совпало по времени с тем, что вы захотели свое оружие передать Саларейху, ну так это же просто совпадение. Большая дата грядет в Беларуси, 2024 год, в 1944 году, в 1944 году, напоминаю всем, если кто-то вдруг нас понимает, на что смотрят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это год освобождения в Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, 3 июля день освобождения Минска. Опять же, ну я так коротко, просто напоминаю, важные для нас даты. Недавняя встреча Путина и Лукашенко в Петербурге, когда были мероприятия, посвященные, ну по-моему, там ВГС. Снятие блокады, да. Снятие блокады, да. И оба лидера, Путин и Лукашенко, говорили о том, насколько важно действительно не просто помнить, но и не дать возможности попыткам переписать историю, исковеркать ее, переоценить итоги и так далее, и так далее. 44-й год, в следующем году будет юбилей Победы. Чего ждать от наших друзей? Как вы говорите, неуважаемых партнеров? Да, неуважаемые западные партнеры уже вовсю просто пустили с берега, как говорится, в Италии разрешили зиговать. Творится вообще что-то невообразимое. Я думаю, что Германия не вспомнит о своем великом арийском прошлом, реабилитирует по полной программе нацизм. Европу как-то вот, они забыли, что устраивая весь этот ужас в Саларейхе с этим восхвалением Бандеры, Гитлера, с этими всеми свастиками на технике, которую видит весь мир. Они забывают, что они показывают пример лицемерия и те у них, кто жаждет реванша, типа, может, не удалось там нашим предкам 80 лет назад Россию догрызть, может, мы догрызем. Они же им показывают, что это можно. Они открывают окно Авертона и мы должны этому противодействовать. Это ужасно, что огромное количество наших молодых людей вообще не понимает, о чем там был сырбор там в 40-х годах, кто там с кем воевал. А если воевал, так надо было сдаться и пили бы Баварское. То есть надо как бы усилить на всех фронтах объяснение нашим молодым людям, что нас по полной программе приходят уничтожать. Эти все гламурные европейцы, такие все демократичные, такие все из себя. Напоминать им надо, что последний человеческий зоопарк закрылся в Брюсселе в 58-м году. Людям надо говорить правду, напоминать им, что было и по полной программе объяснять, что они тогда шли к нам, что мы вас будем с открытым забралом уничтожать, потому что вы унтерменши. А теперь они идут под лозунгами демократии, свободы слова, мы вас научим, как жить правильно, а по сути остались точно такими же людоедами. И это видно из того, какие шевроны у соловейховских вояк, какие фашистские кресты на их танках и прочем, и как они восхваляют Бандеру и прочего. Конечно, надо напоминать молодым людям, вот сейчас мы вот живем в военном городе, и часто говорим, что когда наши бабушки и дедушки поднимали тосты, лишь бы не было войны, нам это казалось каким-то нереальным, надуманным, а сейчас мы это всей кожей понимаем, сидя как мишени в тире, как же правильно они говорили, и как же быстро мы забыли, что было, вот надо напоминать. Мы стараемся по мере сил, конечно, рассказывая, что здесь творится. Не только в 40-х годах, но если вспомнить даже нашествие Наполеона, ведь тоже под красивыми лозунгами шел товарищ сюда. В дикарям, они нас, дикарей, учат жить, убиваем. Чем это все похоже? И в этих всех случаях это все были армии, объединенные Европой, ну тогда еще там Соединенные Штаты не играли такую роль в мировой политике. Сейчас, в общем-то, тоже, по большому счету, имеем то же самое, только, ну, в других формах, сейчас войны гибридные, да, нет такого единого фронта, что вот они пошли всей толпой. Ну, в общем-то, в общем-то, по сути, то же самое. Я боюсь, что они еще пойдут всей толпой. Когда закончатся Соларейховцы, они к тому времени сформируют войска из поляков, болгар, там, еще там, троебалтов, ну, а закончится все старой Европой, немцами, французами и всеми остальными. Это еще впереди. Я уверена, что они еще пойдут на нас толпой, как в старые добрые времена. И закончится это для них опять-таки очень недобро. Ну, они там скучные, маленькие, сидят в своей Европе, тесно им. Не живется им спокойно, не могут они жить в мире. Раз примерно в сто лет они идут на нас войной, не считая нас людьми. И раньше они это не скрывали, а сейчас делают вид, что скрывают. Но по сути-то ничего не изменилось. Как были нацистами, так и остались. По сути, нет. И больше того, вот мне очень нравится такая точка зрения, что, в общем-то, то, что происходит сейчас, это своего рода месть за разгром Третьего Рейха. Да, конечно. Как ни крути, остались кто? Ну, дети, внуки, ну, уже и правнуки. А в Германии ничего не изменилось. Кто рулил тогда при нацистах, те продолжают рулить и дальше. Даже если посмотреть на первых лиц, в той же Прибалтике, в той же Германии, так или иначе смотришь, а у этого дедушка, у этого тот, у этого тот. Канада и Штаты приняли всех этих недобитков. И там они, естественно, произвели потомство. И это потомство целенаправленно собирается пойти еще раз получить эпических люлей. Неугомонные. Что с них возьмешь? Ну, как писал Александр Сергеевич, хватит места всем в полях России. Да, 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 поля у нас тут большие, хватит места всем. Да, возвращаясь на Украину, сложный будет уверенно по реализации этот закон мобилизации, в каком бы виде он не был принят, но мне кажется, что все-таки они его каким-то образом протащат. Протащат. Вариантов у них протащить закон и реализовать его на практике это две большие разницы. Людям в принципе плевать, на законных ли основаниях действуют эти военкомы ТЦКшники. И если уже начались избиения и говорят даже убийства ТЦКшников и даже ходят слухи, что военные отказываются участвовать в этом в основном и для отлова людей нанимают всяких бандитов маргиналов под видом военных, ходят и такие слухи, там уже кого-то расшифровали, он показал заявление, вернее, к силу свою, а там известный, так сказать, всем бандит уголовник, а никакой не военный. То есть наряжают уже вплоть до того, что бандитов в форму вояк ТЦКшников и отправляют отлавливать мясо. Ну, если закончились мотивированные, ну, никак не отловишь. Это очень ресурсозатратно. Поэтому я и говорю, что да, кого-то там еще будут отлавливать некоторое время, но села уже обезлюдили. Я думаю, вы все видели эти видео, человек заезжает в село и показывает, что мужиков нет вообще. Они закончились. По Одессе, значит, 100 маршруточников, у которым не своевременно оформили бронь, просто замели в армию. И сейчас женщин обучают вождению всех этих маршруток и прочего транспорта. Потому что нет. Послушайте, вот, извините, что перебиваю. Мне одному так кажется, что именно в Одессе почему-то как-то по-особенному ТЦКшники действуют. Да. А почему именно там? В Одессе, в Днепропетровске. Потому что именно восточные и русскоязычные в основном регионы, они пытаются как можно сильнее обезлюдить и повязать кровью. Да, конечно, ловят и на Западной Украине, но далеко не так интенсивно. Западная Украина вообще живет не чувствуя войны. У них все нормально. По ним изредка прилетает, у них очень редко ловят. И как бы по сравнению с Востоком у них все более-менее нормально. Это целенаправленная политика, безусловно. Идея британцев о направлении экспедиционного корпуса НАТО, возможном, возможном направлении экспедиционного корпуса НАТО, что это? Это такое прощупывание общественного мнения, в первую очередь там, у себя? Вовсю прощупывают и не только наглые. Везде, буквально во всех странах уже сейчас западных находятся спикеры, которые начинают приоткрывать окно Авертона, вещая, что вот Россия пойдет на нас войной. НАТО должно быть готово, Пентагон должен быть готов. Вот там, вплоть до того, что русские отожмут у нас Аляску. Ну, то есть, такое несут. И это везде, буквально по всем странам находится вот какой-то такой рандомный ястреб, который начинает вещать, что вот, если русские победят на Украине, они не простят нам, что мы помогали Украине, они пойдут после этого войной на нас, давайте быть готовы, давайте там милитаризироваться, рельсы. И я уверена, что они этим вовсю занимаются. А то, что какие-то там фермеры бунтуют, бастуют, там перекрывают дороги, да плевать на этих фермеров. Хорошо пожила Европа, хорошо пожил так называемый первый мир, все, пора повоевать и пожить плохо. И народ никто ни о чем спрашивать не будет. В том-то и дело. В Германии немцы, сами, которые немцы-немцы воевать не собираются. Но они попробуют. Там и так сейчас в армии в основном турки, казахстанские немцы, то есть наши заветские люди и все такое. Самих немцев немцев там довольно мало. И вот, а я так понимаю и слышу от своих немецких знакомых, что собираются массово вербовать туда так называемых новых граждан, для которых это будет хороший подъем, буст по социальной лестнице. Потому что немцы и прочие европейцы не очень закрытое общество, они чужаков не пускают. И вот армия для этих чужаков, несмотря на то, что они там живут уже которое поколение, это будет хороший социальный рост. И вот этим они собираются заманивать людей в армию, я думаю, что у них много чего получится. Мы уже неоднократно говорили, что только 2-3% любой популяции способна, мужской, хоть как-то достойно воевать. Это просто биология. Так в России 145 миллионов. На вас тоже пойдут, у вас всего 10 миллионов. И западный мир почти миллиард. Поэтому как бы соотношение понятно. Нам остается воевать умением, а не числом. Потому что их тупо больше. И я уверена, что они сумеют мобилизовать весь свой ресурс. Что есть точно опасно, то что во-первых в эти армии вольется большое количество уже украинских ветеранов. Да. Они давно знают. Вот вы знаете, я общаюсь с народом, они хотя бы и враги, но как бы разговаривать-то никто не мешал. И вот мое мнение, они все уже давно смирились с тем, что Соларейха не будет. Они-то видят реальное положение на фронтах. И в основном большинство из них просто нарабатывают себе портфолио, чтобы потом влиться в какое-то ЧВК. по миру. Вот ради этого они, собственно говоря, и воюют, нарабатывают опыт. И действительно они будут мега востребованы в любом вооруженном конфликте с их-то огромным опытом. В современной именно войне. Не в той войне, которую большинству генералов преподавали в их высших учебных заведениях, а именно в современной войне с беспилотниками, с РЭБами и со всем остальным. С ВПВ-дронами и так далее. И с их опытом, конечно, их оторвут с руками и ногами в любой армии мира. Вот на это они себе и нарабатывают. Это очевидные истины. То есть среди военных уже, в общем-то, все все понимают. Так все, а что тут можно не понять? После того, как провалилось контрнаступление и стало понятно, что Россия стала догонять в техническом отношении, поднапряглась, ну, как бы, с ресурсами несопоставимо, ну, понятно, что рано или поздно фронт будет двигаться на Запад. А что будет дальше? Ну, вот они думают о своем будущем. Ну, и нынешние пертурбации, конечно, в саларейховских элитках. Было бы еще как-то понятно, если бы действительно там все стали там единым фронтом, ну, там же воруют. Понятно, до какой степени. Постоянно сотрясают скандалы, начиная от яиц за 17 гривен и закачивая миллиардами украденными там на броне, на всем остальном. Ну, как бы, батальон Монако никто не отменял. Воюют рабочие-крестьянские парни, женщины. Вот, показывали интервью женщины на крынках, которая объяснила, что она пошла в армию, потому что муж пропал без вести, тоже был в армии. Осталось трое детей, никто никаких выплат не сделал, и ей пришлось просто идти завербоваться в ВСУ, потому что нечем кормить детей, деваться некуда. Поэтому таких историй очень много. И пиарят они во всю, что женщины вступаете в армию, да что вам там делать? Женщин, которые там реально способны воевать, ну таких, как моя подруга Маня, ну очень-очень мало. Поэтому, да, люди кончаются, люди кончаются системно, и как бы Россия-то еще и мобилизацию-то не объявляла, и тем более никого не отлавливала на улицах. И понятно, чем это все закончится в конечном итоге, что тут не понимать. А дальше придут воины с запада. Не хотелось бы, чтобы до этого дошло, на самом деле, но надо быть к этому готовым всегда. Это безусловно. Что ж, будем наблюдать, будем следить за событиями. Спасибо вам большое, Татьяна Николаевна, за этот разговор. Берегите себя, самое главное, в городе Донецке. Надеюсь, когда-нибудь, ну уже в скором времени, первый вопрос отпадет у нас, как поживаете. То есть, в смысл этого вопроса будем вкладывать совершенно другое. Всем другое, да. Да. Спасибо, удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok